приветствую вас на моем канале меня зовут лилия донского сегодня будем делать макияж с новыми оттенками теней тени рефил из каталога oriflame номер 12 вот эти два оттенка я взяла небесно-голубой и серый цвет всего три новых оттенка вышли есть попробую именно с этими двумя оттенками сделать макияж ну возможно я еще что-то буду добавлять мне кажется это идет светленький как раз для уголочка глаза и под бровь мне подойдут но прежде чем сделать макияж нужно подготовить кожу поэтому я запаслась тональными смаскирующими средствами сейчас заколю чуть-чуть челку чтобы она мне не мешала так как обычно уход уже сделан и прежде чем положить тональной основы я уберу такой вот крем на вейдж выдавливаю небольшое количество он лежал и поэтому немножечко съехать он такой густой прям как гель совершенно прозрачный это праймер база под тон чтобы тон лег идеально ровненько легко и красиво и при этом он делает такой легкий легкую подтяжку как бы овал лица становится более четкий и морщины менее заметные то есть кожа выглаживается праймер когда наносишь на лицо он такое прям вот делает такое делает лицо бархатное у меня даже есть одна клиентка она просто этот праймер наносит и все на крем наносит делает уход потом сверху праймер и просто так ходит ей очень нравится что лицо становится меня матовая поры стягиваются и бархатная бархатная кожица мне этого недостаточно я буду накладывать сверху тон сегодня я использую тон один из моих любимчиков я его для себя открыла в прошлом каталоге по моему был по акции в позапрошлом стойкая тональная основа серии the one я не ожидала правда что он будет так хорош я взяла такой средний оттенок ближе к светлому тоже я сильно не загорала это fire nude 301 61 и мне нравится тон наносить именно такой большой пушистой кистью я наношу тон и все средства если вы заметили даже если это румяна пудра все абсолютно по массажным линиям то есть все движения идут так четко ровненько все зеркало поближе себе открою буду в него смотреть закрою окно что было не так шумно вот теперь будет вообще прекрасно потому что шумы с улицы они все таки хоть и оживляют обстановку но они также и отвлекают и вот аккуратненько слой за слоем я наношу тон кстати у меня откуда появилась утром стало такое пятнышко красное как будто какая-то царапка где не помню чтобы я царапалась а ногти то я и вообще отрезала под корень потому что потому что учусь играть на гитаре и там ногти конечно сильно мешают и все даже тонну прошла уже краснота замаскирована нейтрализована аккуратненько вокруг глаз и кожи вообще не цену аккуратными такими прихлопывающими движениями и так кончиком кисточки я это немножко растягиваю если нужно его чуть-чуть потянуть я его чуть-чуть растягиваю а все что какие-то останутся неровности я их замаскирую из палетки с маскирующими средствами беру и второй слой прохожу на таких вот местах где у меня есть какие-то покраснения пятнышки эти вот видите я прошла с этой этим тоном пор вообще не видно и что мне в нем очень нравится то есть для меня это самое самое большое большая радость и открытие то что даже через некоторое время даже к вечеру уже он не собирается в порах абсолютно потому что у меня другие тоналки собираются хотя у меня пор не такие уж и открытые не такие большие я с нетерпением жду новинку из 13 каталога мне будет интересно попробовать тон из новинок giordani хотя он и для жирной кожи там написано рекомендован но мне кажется это будет не обязательно чтобы кожа была жирная просто для жирной кожи это вообще будет чудесно еще один слой здесь кстати всего две капельки выдавила крема тонального но из-за того что праймер внизу получается что тон распределяется очень экономично тоненько и вот такое лицо лицо сразу преображается и такие нужно делать смахивающие движения посмахивали все хорошо и и немножко губы прохожу чтобы губ потом красиво накрасить это еще не все я беру такую плоскую кисть упругую плоскую и беру мою любимую палеточку тоже за ван я люблю потому что она самая плотная у нее есть два цвета розовый бежевый и пудра розовый я наношу на местах где у меня синие синячки то есть вот венка просвечивает вот я сюда на уголочек внутренний угол глаза прокладываю примите я прихлопываю я не не то что размазываю а я делал такие прихлопывающие движения и вот разница то есть сразу этот глаз становится светлее я не мазала всю область под глазом которая казалась синячком потому что источник синяка идет вот отсюда источник это синего света и он бросает сюда тень стоит его нейтрализовать и все лицо сразу становится светлее я думаю вам хорошо должно быть видно то же самое дело и на второй половинке тоже прокрываю только вот этот внутренний уголочек прохожусь именно по синему месту где венка светится и крашу красненькая перекрываю тоже вот пятнышко тоже розовеньким потом сверху будет пудра и все это хорошо растушуется вот его и не видно а те пигментные пятнышки которые коричневого цвета я и буду маскировать вот этим золотистым таким бежевым оттенком вот так аккуратненько прихлопываю немножко растаскиваю прихлопываю надо будет мне в этот сезон зимний избавиться от остатков пигментных пятен то что мне на меня радует от все было удалено абсолютно я бралась и серию против пигментации тоже в тринадцатом каталоге на быть большой скидкой и убрала все абсолютно пятна у меня осталось моя малюсенькая пятнышка раз-два три и вот тут одно четыре то есть всего четыре пятнышка у меня их было много они были прям крупные поэтому я результатом нашей серии оптимус очень довольна и можно ее смело рекомендовать так теперь пудра еще пудра у меня пудра тоже зван хочу быстрее закончить мне она не нравится мне такая дурацкая упаковка тут просто какой-то серый сиреневый цвет пудра обычная ничего такого я в ней не вижу что прям восторг что мне прям бархатная кожа не это она просто убирает блеск до лица становится сейчас вам покажу на одной половинке обычная пудра встречала пудру и получше нет джордане пудра нравится которая была старенькая в золотой упаковке вот я ее прям берегу то волосы запутались вот такой эффект то есть просто ровная матовая но что мне в ней нравится то что ее не видно в принципе она не дает какой-то вот безумной бархатости персикового лица нет но ее не видно нет никакого перегруза кожа кожа ровненькая становится ну и вторую половинку сразу сделаю это потом сам немножечко тоже здесь здесь набрала же хочется новую какую-то красивую сделали бы нам упаковку наш пудры все время приходится пользоваться и достаешь ее когда губы подкрасить нужно то есть такой продукт который всегда в косметичке в сумочке как с пудрой покончили сейчас немножечко поработают с этой палеткой такая палеточка это и серии за ван палетка с с полным набором здесь есть бронзер контуринг делать хайлайтер и румяна но я обычно вообще все смешиваю смотрите какая классная кисточка напоминание тоже кисточка oriflame я не обалдею ее просто для красоты даже можно было бы купить потому что она прям вообще волшебная я беру сначала немножечко вот этого коричневого оттенка и на нашу вот сюда капельку как бы подчеркиваю себе вот эту скулу выделяем прям чуть-чуть мне не нужно чтобы чтобы я была как леопард потому что это дневной легкий макияж поэтому я делаю легкие намеки прям вот легенькие сейчас как раз собираюсь клиентам пойти поэтому просто свежий легкий макияж хочу сделать любонько обозначаю вот эту линию роста волос чтобы сгармонизировать все лицо немножко вот сюда на область под подбородком чтобы был идеальный контур немножечко наношу под кончиком носа чтобы укоротить свой длинный носик вот так вот я на чуть-чуть если вы этого всего не видно но она есть и нам этого достаточно а потом кистью набираю так беру смотрите тут чуть-чуть тут чуть-чуть тут чуть-чуть то есть вот такой прям замес делаю волшебные магический чуть-чуть кисточку постучала чтобы все цвета смешались кисти не лежали одним комком и аккуратненько вот так вот делаю акцент то что у меня свежая личика вот смотрите все все нормально то есть чуть-чуть поставила так я легко отпустила то есть как бы румяну вот это сбрасываю на эту зону где мне нужно какая не заходим румянами вот за середину глаза то есть близко к носу не подбираемся и румяна выкладываем по форме лица то есть если вы посмотрите свое лицо если она слишком длинная то румяна не надо класть слишком вертикально а то лицо станет еще длиннее и у меня лицо среднее ближе к овальному поэтому я делаю с легким наклоном по форме щечки делаю второй замес то же самое получается особенно свету просто щеки идеальные такие такой румянец нежный сияющий не перегруженный прям капельку то здесь чуть-чуть подчеркнули сверху заполнили легким натуральным цветом и остаточки я вот так же сбрасываю по краешку в подбородку ты смогу чуть-чуть освежая лицо чтобы она была все в гармонии чтобы не было как бы вырвано из контекста вот пятно это румянец пятно губы да все должно быть так вот мягко нежно перетекает перетекать друг дружку все с этим мы закончили пока я тоже возьму кисточку такой пушистенькую кисть и я немножечко возьму хайлайтер и проложу на носику так на спинку носа вот так надо говорить потом подбровь конечно подправлю так сразу чуть-чуть подбровь немножко над верхней губой немножко петь чуть-чуть под глазиком вот так кроме она то есть это соединение делаю чтобы засияло все лицо и морщинки кстати менее заметно становится лицо здорово освежается чуть-чуть потому что в румянах уже они добавляла хайлайтер и много мне его не надо даже чуть-чуть переборщила мне кажется я потом еще посмотрю так теперь сделаем брови просто брови они сразу оформляют лицо делает его таким красивым у меня такая палетка для бровей вот такая вот она страшненькая уже там все заканчивается даже крышка отвалилась но я ее очень люблю то что именно с этой палеточкой мои брови становится идеально вот смотрите сейчас они какие практически невидимки я миксу я набираю чуть-чуть светлого чуть-чуть темного даже больше светлого потому что так как у меня волосы светлые своим я не могу делать брови слишком темные то что это будет тоже как ну слишком резко слишком контрастная и я по чуть-чуть начиная прорабатывать пространство межбровное чуть-чуть начиная увеличивать объем бровей за счет от этих оттенков еще немножко набирают цвета сразу формирую форму и делаю формочку такую внизу подчеркиваю бровь она лежала идеально то есть это все очень быстро и может сделать самостоятельно любая девушка и кончик вывожу кончик следить что очень важно не делайте искусственно кончик закругленный слишком вниз наоборот либо он должен быть чуть-чуть закруглен либо даже чуть-чуть его приподнять вверх потому что чем ниже вот вы опустите кончик тем более усталым унылым будет взгляд чем выше вот смотрите кончик бровей приподнимаю сразу глаз открывается вы можете даже просто нарисовать себе разные формы брови попробовать и увидите какой какой эффект получается то есть мгновенно вы можете сделать из себя такого усталого унылого человека или наоборот позитивно открыто уверенно просто вот за счет того что кончик брови будет вот такой смотрите я чуть-чуть подвела и потом я беру тушь для бровей у меня есть такая классная штука тоже диван профессиональная серия мне очень нравится тушь с малюсенькой кисточкой я взяла себе средний оттенок я взяла их все три но самый светлый он абсолютно светлый прям для блондинок самый темный он прям темно-темно-коричневый и что я делаю смотрите какая магия я укладываю брови прочесываю их тушь остается на волосочках которые очень светлые не прокрашенная то есть такой некий подпушек все рай и вот получилась такая бровка аккуратно изящно ничего лишнего можно еще раз пройтись по началу брови как головка вот это тело и сюда чуть-чуть уложить вот и это тушь она и укладывает и подчеркивает форму и закрепляет вот такая у меня получилась бровь не меньше плоховато видов такие маленькие зеркал зеркальца мне нужно небольшую коррекцию сделать здесь убрать выросли лично это потом уже не с вами то же самое сделаю со второй брови набираю сразу теней и аккуратненько не торопясь начинает формировать тело брови выкладываем оттенок должен быть не темный выбираем такие естественные красивые цвета чтобы лицо выглядело просто подчеркнутым они нарисована то есть подчеркнуть свои достоинства мягенько то красиво ну конечно если это у вас вечернем и я что тут можно немножко по поактивнее использовать оттенки более ярко или если вы на фотосессию собираетесь тоже макияж должен быть более активный потому что на процессе где-то наверное 30 50 процентов цвета скрадывает вот и таким образом как и с первой брови я прохожусь тушью немножечко прокрашиваю фиксирую и укладываю бровь как мне нужно и нужно сравнить чтобы брови были максимально одинаковы и чем более четкий рисунок брови вы делаете тем более нужно следить чтобы все было одинаково так достаточно у меня еще челку будет мне кажется светлее вот эта бровь я потом большое зеркало посмотрю потому что маленькое плохо видно самое главное чтобы поняли принципы и практиковали это уже самостоятельно я еще обычно после того как брови прокрашиваю смахиваю бывает что чуть-чуть тени падают далее работаем с глазками я беру праймер под тени а такой тюбик 15 миллилитров по моему здесь нет 10 миллилитров я его купила год назад и вот за год вот смотрите то есть вот я сдавливаю животик тюбика то есть половинка на половинка вышла всем тут пух и вот и уже капелька выходит то есть на два года точно хватит этого тюбика но я не каждый день прям пользовалась этим праймером под тени но все равно и что этот маленький расход ой чуть-чуть мазнула и вот нужно взять капелюшечку и вбить в область века куда я планирую наносить тени но я могу нанести даже праймер на все века почему потому что я потом буду под бровью подчеркивать светлыми тенями нанесла беру палетку с тенями и вот сейчас я попробую с новыми оттенками сделать какой-нибудь легенький макияж если получится конечно легкий сначала выложим край брови ой край глаза то есть прям покажу его как нужно вы выбрать место куда наносить тени то есть я буду сейчас использовать этот серый оттенок на внешний угол глаза беру тени и аккуратненько выкладываю на праймер тени ложатся идеально они во-первых сразу фиксируются и очень хорошо тушуются у праймера тусе чуть-чуть заполняю вот эту область делаю сегодня какой новый макияж но во-первых по цветам он будет уже другой то есть я выложила внешний угол аккуратненько проложила желательно сразу делать оба глаза но это будет долго я поэтому потом сделаю второй глаз и покажем уже итоговый результат чуть-чуть проложила я может быть потом буду еще докладывать беру следующую кисточку тоже такой пушистенькую пробу и набираю этот небесно-голубой цвет и и проложу чуть-чуть не доходя до внутреннего угла глаза то есть я захожу на границу серым цветом но все равно мне небесно-голубой будет примерно по серединке ой как ярко получается я сразу возьму большую кисточку и смахну лишнее чтобы его не втушевывать и мне нравится в этом цвете в небесно-голубом то что он в золото уходит ему не такой голубой как как у меня ассоциация с голубым цветом всегда была что не красит продавщица овощных ларьков у меня с детства такая ассоциация и сейчас возьму самый светлый оттенки я могу показывала но он правда матовый но зато он нейтральный потому что этот цвет он холодный небесно-голубой и сюда теплые оттенки не пойдут а серый он нейтральный поэтому ему все равно с чем мы его сочетаем холодными с теплыми оттенками ему будет и так и так хорошо чуть-чуть проложила и вот сейчас это же кисточка сделаю легкую тушевку чтобы убрать границы чтобы убрать лишний цвет все сделала тушевку очень важно хорошо хорошо растушевать тени они тогда и лежать будут долго весь день я кстати делаю макияж и все и потом весь день на себя даже не смотрю в зеркало теперь я прокладываю верхнюю часть прям под бровь светлым цветом он матовый светлым цвет кожи и чуть-чуть и тут сбоку и посмотрю теперь как мне вывести уголочек красивенько может быть мне нужно его чуть-чуть приподнять да вот я вижу что этот уголочек просится чуть-чуть наверх чтобы его подняли когда держу зеркало ровно вот прямо перед собой то я начинаю видеть уже как мне задать эту траекторию и куда чуть-чуть добавить цвета чтобы получить этот эффект приподнятого уголочка глаза чтобы взгляд был более открытый и свежий более такой моложавый макияж и сейчас что было понятно то есть завершить картину мне нужно подвести нижнюю часть глаза с возьму пожалуй серый карандаш серый карандаш в джордане был такой карандаш к сожалению его сейчас не будет в новом каталоге я уже видела что будет два каких-то черных карандашика один я так понимаю с блеском другой матовый но на самом деле самый нужный карандаш это как вот этот серый для блондина для обладательных светлых глаз очень черные карандаши они в общем-то и не нужны нам абсолютно потому что это будет выбиваться из общей картины ну опять же по какому случаю делаем макияж смотрите я подвела глаз и вот так же карандашиком чуть-чуть вверх задают это движение то есть дошла до угла глаза и виду не туда куда вот это вот за заложено уже как бы складочка а я поднимаю вверх таким образом глаз приподнимается и вот сейчас будет хорошо видно куда нужно доложить тени чуть-чуть всех немножечко на эту стрелочку закладываю растушевываю этим же цветом карандаш чуть-чуть дело кого тут объем задаю и растираю его чтобы он не был такой жесткой четкой линии была растяжка то есть от темного мы уходим к светлому и я могу этой же кисточкой чуть-чуть светлыми тенями добавить сюда этот переход чтобы был более мягкий в тон кожи вот так чуть-чуть на кисточке нам цвет остался так ну вот что получилось ночью смахну лично и хочется карандашиком добавить немножко стрелочку их тушь я оставила новенькую свою комнате как вам тушь розовая объемная в виде такого пуфика то есть она такая кругленькая пухлая толстенькая я чуть-чуть я не делаю четкую стрелку я просто добавляю немножко как в тени цвета чтобы глаз стал более выразительный все и в уголочек глаза тоже нужно добавить светлого цвета побольше то есть вот в это место этими же светлыми тенюшками я прокладываю такую картинку ну и где наш хайлайтер капельку хайлайтера сюда прям под бровь и также можно так сверху а еще забыла показать вам один приемчик можно взять ту же самую кисточку которую мы делали с вами делами прокладывали коррекция коррекцию лица делали и можно этой же кисточкой задать форму то есть вот так вот чуть-чуть корректором мы подводим тут высветляем прям форму брови она четко такая вырисовывается вот и более оформленная так мне нравится так добавим немножко туши не моя тушь сегодня будет тогда пять в одном я любитель этой туши мне она очень нравится но кстати новинка объемная мне тоже подошла но это все равно больше нравится может быть потому что я уже к не так привыкла к этой кисточке она мне так подходит такая она уютная комфортно сразу укладывает ресницы очень хорошо и удлиняет и разделяет их и мне очень удобно с ней подобраться прям к самому основанию роста ресниц чтобы прокрасить их от корня чтобы не было сверху таких проплешин когда сверху смотришь вот если глазки так вниз опускают девушка вот сверху видно что ресницы не прокрашена от начала роста и там как бы пустота такая белесость не знаю мне это не нравится я люблю что пушину украсишь ресницы так постарайся прокрасить их основательно так хорошо все проложила слой один чуть-чуть подсохнет я пока нижние реснички тоже прокрываю что вы скажете по поводу этих сочетаний цветов мне кажется они достаточно гармонично соединились друг с другом и чуть-чуть хочется голубенького все таки убрать капельку возьму светлый тон светлый и вот это местечко чуть-чуть приглушу чтобы она была не такое яркое вот так мне больше нравится делаю сразу второй слой и останется накрасить второй глаз и губы и макияж готов такой макияж у меня обычно занимает минут десять ну может 15 если я чуть-чуть замедленная то что в разные дни я бываю разная когда-то я такая энергичная как я не знаю как солнечный зайчик сегодня у меня наоборот такое настроение расслабленная мягкая нежная то есть мне не хочется никуда торопиться поэтому я и макияж делаю так спокойно не даже не смотрю на время хотя я думаю что уже достаточно долго чуть-чуть я эти кончики разделяю оп такие разные глаза получается чуть надо отойти от зеркала чтобы посмотреть себя в полном объеме но не могу сказать что я в восторге сегодня от макияжа потому что мне хоть хотелось более какой-то нижней оттенки а все равно макияж получился такой яркий достаточно еще больше растушевать тени будет уже такой все окей и накрашу второй глаз и потом подберем с вами помаду и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Итак, глазки готовы. Сейчас мы с вами подберем тушь, ой, тушь, помаду. Хочется сюда какой-то очень светлый оттенок помады добавить, чтобы он был ненавязчивый, потому что акцент на глазки и для одного макияжа все-таки достаточно ярко получилось. Поэтому я сейчас возьму самый светлый карамельный оттенок, контурный карандаш The One. Это новинка. Он такой светленький, смотрите. Раз. Очень хорошо ложится. Если вы видите, у него есть чуть-чуть рожинка в этом оттенке. Прям вот капелька-капелька. Но он и есть карамельный, то есть это нормальный цвет для него. И беру... У меня есть такая коробка с помадами. Сейчас вам ее покажу. Почти все мои помады. Кстати, есть обзор на канале, где я рассказываю про все свои помады. Показываю их. Дальше, по-моему, пробую. Итак, я сейчас хочу найти матовый оттенок, светлый, если он тут есть. А, вот. Надо был другой немножко контур взять. Так, еще, еще. Не все помады. Наверное, у меня в сумочке еще есть карамелька. Да, здесь его нет, к сожалению. Сейчас найду, значит, другой цвет. В серии Giordani. Вот. В серии Giordani есть как раз такой вот светлый бежевый оттенок нюдовый. 31376 его код. И вот им-то я и накрашу себе губы слегка. И помада полностью перекрыла контур. И поэтому его не видно, его рыжинки этой. А видно только помада. А помада, кстати, такая мягкая. М-м-м, на губах вообще супер чудо. Ну, вот и все. Макияж готов. Теперь можно отправляться по делам. Можно уже организовывать встречи. От вас жду обратной связи. Насколько вам, может быть, да, есть что-то непонятно, есть вопросы. Я могу записать более подробное видео, как делать макияж. Или конкретно у вас есть какой-то запрос, чтобы вы хотели увидеть в макияже. Поэтому я жду от вас с обратной связи. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. Go Pro Stop Video. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!